здравствуйте друзья в общем рассказываю про изменения если вы смотрели прошлое видео то я вам рассказывал что там электроника вышла из строя а точнее вот эта электроника купленная с aliexpress она на полтора киловатта 1500 ватт с реверсом и с рекуперацией здесь же у меня сейчас контроллер стоит на 1 киловатт без реверса без рекуперации но она работает пока работает сейчас проверим что будет дальше какие же изменения были в общем не знаю зачем почему вышла вот этот вышел из строя этот контроллер по идее у него должна быть защита от как бы замыкание фазных проводов вот я вам сейчас покажу вот которые раньше у меня здесь стояли вот такие вот провода были у меня они тонкие вот как бы по внешнему сечению они почти одинаковые что вот фазные провода у мотор колеса но внутри жила тоньше это было заметно поэтому провода вот они вот сейчас покажу где то вот 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 здесь вот они спекались вот видите они замкнули вот здесь вначале замкнули вот здесь вот но тогда контроллер работал вот этот контроллер работал нормально дело в том что когда замокают фазные провода колесо плохо вращается вот то есть он же вырабатывает электричество а когда замокаются провода соответственно колесо труднее вращается вот а второй раз когда вот эти замкнули и замкнули ли вообще непонятно конечно но хотя видно что как бы спеклись колесо вращалась нормально колесо вращалась нормально но почему-то контроллер перестал работать вот у меня вопрос почему позже после разборки я обнаружил что вот этот резистор он выпал он был но вообще где-то под платой вот я его запаял когда включаешь маршрутный компьютер во первых здесь показывает 0 то есть аккумулятор будто бы вообще пустой во вторых этот резистор грелся очень сильно вот такого не было вот такие с этим контроллером с ним нормально все сейчас пока работает в общем поменял вот на эти толстые провода здесь течение четверка уже четверка они реально толстые вот сейчас я вам покажу вот видите вот если сравнить с прошлым вот разница какая поэтому сейчас я буду проверять здесь токи поезжу я поезжу и вот этими токовыми клещами я посмотрю сколько здесь будет ампер поставим на dc вот сюда вот я засуну и буду проверять ну здесь по моему переменный ток надо было на акция поставить посмотрим также проверила сколько сколько ампер кушает у меня с аккумулятора вот там провода тонкие тоже их бы надо поменять но либо здесь разъем полностью менять вот этот вот потому что отсюда вот провода идут вот такие вот тонкие либо что не знаю пока тоже под вопросом большим завтра в городе я поищу нормальные разъемы также пришли пришлось вот разъемы поменять вот здесь видите какие вот такие вот цилиндрические идут здесь же идут вот такие вот разъемы удобные пришлось перепаивать все вот такие разъемы надо будет поискать в городе вот в общем сейчас я поезжу снимать наверное я не буду потому что я не смогу одной рукой ну посмотрим а а так то это все работает включается ручка газа у меня китаец спрашивал может у вас колеса какого-то другого диаметра я им сказал что 26 дюймов зачем он это спрашивал какая разница в принципе то контроллер на 1500 ватт мотор колесо на 1000 ватт вышел из строя сам контроллер причем тут как бы диаметр колеса отсюда досюда что вот какой-то косяк либо все-таки контроллер бракованный попался либо что не знаю все таки кстати говоря хочу заметить что вот здесь это скорости вот электродвигателя она меняется вот этими двумя кнопками вот и одинаково что вот на нуле понятно что он но не работает вот сложно да не работает вот если первую скорость поставить вот она как работает так она и работает и по максимуму разгоняется вот здесь не могу понять тоже километры в час почему-то не показывает хотя должен сразу же показывать как вот это все делать непонятно вот где вот это вот и меняя вот это значение тоже ничего не меняется не знаю либо читая настраивать не умею либо что ли как-то так так ребята смотрите в общем я поиспытывал здесь максимум что я выжал вот здесь мощность показывает мотора 600 700 ватт я сейчас поезжу вот буду в горку небольшую подниматься я постараюсь снять и также вот мультиметр токовые клещи показывали максимум 25 ампер вот это постоянный ток он идет с аккумулятора вот с аккумулятора сейчас я поеду в гору и постараюсь заснять сколько в реальности все это показывает посмотрите на киловатты дико и амператт и но вы а а нас м м 1 рукой нелегко так дубль 2 теперь давайте проверим фазный фазный ток переменной вот здесь отца от состоит здесь реально больше показывает вот один провод сейчас проверим не знаю смогу или нет я встану ой он там даже стоп там даже л л оу показывает слишком много давайте на 400 поставим ампер 400 максимум это очень много это пределы измерения посмотрим сколько будет подниматься а 40 примерно а а 23 километра в час вот ребята как то так здесь до 40 45 ампер поднимается на этом фазном проводе поэтому у меня провода здесь петлись так что это серьезно серьезные токи идут мы не знаю может напряжение в два раза здесь падает чем на аккумуляторе поэтому и токи здесь большие так что есть повод задуматься над этим какие провода же здесь использовать к сожалению не знаю меня удручает то что контроллер вышел из строя больше всего как машина едет с пропустим ну в общем все наверное небольшие такие испытания принципе тут вот эти провода может даже выдержать оставлю посмотрим bms плата до 30 ампер по моему здесь выдерживает а у меня максимум было сколько 20 25 по моему до ампер вот как то так там контроллер был на максимум 45 ампер и он даже получается не выдержал то что выдерживает bms плата все я покатался принципе все супер классно все работает но я заметил что с этим контроллером все таки мощность побольше будет не знаю может там можно настроить на 1 киловатт все такие сейчас мануал почитаю вот но по моему вот с этим порезвее пошустрее у меня работал этот трицикл друзья вот еще хочу я вам здесь спросить типа спросить хочу зайти в настройки вот здесь у меня инструкция инструкция вот к этому компьютеру и хочу зайти в настройки для опытных пользователей вот для входа нужно в течение пяти секунд после включения системы долговременно нажать вверх-вниз давайте попробуем я вот сюда включу и сразу же вот сюда вот вот у меня что высвечивается 70 вот долговременно я держу уберу и вот это высвечивается что-то у меня в эти настройки не получается зайти вот я хочу подсветку поменять там ток вот проверить вообще вот эти настройки все и у меня что-то не получается это еще раз выключу вот еще раз хоп и быстро сюда вот не получается все равно почему-то вот сюда выходит кто знает подскажите как мне правильно включить какие кнопки нужно нажать чтобы настроить ток подсветку вот режимы управления посмотреть стартовая мощность вот где это как это сделать подскажите вот не знаю у меня не получается никак вроде все